Добрый день, уважаемые участники Круглого Стола. Ну, во-первых, позвольте заверить, что для меня огромная честь, будучи студентом бакалавриата, выступать здесь перед ученым собранием. Это бесценный опыт, который, я надеюсь, поможет мне в дальнейшей моей научной исследовательской деятельности. Но сегодня, как уже была озвучена тема доклада, мы с вами поговорим о сравнительном анализе российской и британской империи в контексте понятия колониальная империя. Я назвал доклад «Политическая теория и экономическая практика». Чуть позже я объясню выбор специфики такого названия. Ну, сегодня я хотел бы представить результаты проведенного мной многофакторного анализа исторического положения, политической обстановки, экономических показателей российской и британской империи в конце 19-го, начале 20-го веков и результат исследования применимости к российской империи, термина «колониальная империя» в его британском понимании. Следующий слайд, пожалуйста. Для начала я предлагаю определить подходящую дефиницию для термина «колониализм». На мой взгляд, наиболее точное определение дает большая российская энциклопедия. Это подчинение и эксплуатация государством с помощью методов военного, политического и экономического принуждения народов, стран и территорий, как правило, экономически менее развитых и имеющих и на национальное население. Тем не менее, суть этого явления кроется гораздо глубже, поскольку колониализм – это одна из центральных тем исторического дискурса, описывающая мировую политическую стратификацию за последние пять столетий и одновременно вместе с этим имеющая прецеденты в современности. Современный мир, формально расставшийся с колониальной системой организации политической власти в 50-е годы XX века, тем не менее, сохраняет колониальные отношения в организации мирового хозяйства. И таким образом, проблема изучения колониальных отношений останется актуальной всегда, пока будет сохраняться структура север-юг, центр-периферия, то есть структура формата более развитая, менее развитая цивилизация. Современная историческая наука, исследующая теорию государства, и в частности государства имперского типа, неразрывно связывает его с понятием колониализм и толкует его как черту исключительно западноевропейскую. Однако, вместе с тем, до сих пор не утихают споры касательно того, была ли Российская империя конца XIX-го, начала XX века колониальной державой. Существуют две противоположные точки зрения на данный вопрос, разные как день и дочь. Первое, это то, что в Российской империи не только касательно исследуемого периода, но и в целом колоний не было вовсе. В качестве основного довода по данной точке зрения приводится факт расположения территории, причисляемых к колониям внутри границ Российской империи. Ну а вторая точка зрения, это то, что Россия всю свою историю вела завоевание и, соответственно, целиком состоит из одних колоний. Ну, будучи апологетами первой позиции, в частности, отечественные сторонники этого подхода, они указаны на слайде, это Андрей Владимирович Головнев, член-корреспондент РАН, Михаил Сергеевич Васленский, Руслан Бринатович Вахитов и ряд других. Я здесь указал основных. Они руководствуются в первую очередь словами историка Василия Ключевского. История России — это история страны, которая колонизуется. Мол, раз такой выдающийся отечественный ученый-историк считает Россию колонизатором, то кто мы такие, чтобы спорить? Ну, я думаю, не мне напоминать вам афоризм Бенедикта Спиноза, ссылка на авторитет не есть дома. Промежуточную позицию по данному вопросу занимает Игорь Иванович Рогов, кандидат философских наук, доцент Северокавказской академии государственной службы. Он предлагает использовать для характеристики России исследуемого периода термин «континентально-колониальная империя». Предлагая этот термин, он сравнивает организацию Российской империи с организацией Османской империи, в которой, как известно, колонии являлись естественным продолжением тела митрополии. Но к этому мы вернемся чуть позднее. Следующий слайд. Однако, если все же считать Российскую империю конца 19-го, начала 20-го века колониальной державой, то к подчиненным центральной власти и территориям, соответственно, должны применяться и соответствующие отношения формата митрополия-колония. В таком случае возникает резонный вопрос, а что считать границами той самой митрополии? На основе анализа карт, на основе анализа данных переписи населения 1897 года, карта распространения русского языка, это вот первая карта слева на конец 19-го века, и карта распространения православия, это карта справа, тоже по данным переписи населения 1897 года. Мной были примерно определены границы этой самой русской митрополии, я позволю себе их зачитать. Русская митрополия включает в себя территорию от западных границ империи, не включая границы Варшавского генерал-губернаторства, по линии Санкт-Петербург-Одесса до Уральских гор и Каспийского моря, по линии Архангельский, Екатеринбург-Астрахань. Ну и наибольшая концентрация русского населения наблюдается в центральных губерниях Российской империи, это Московская, Тульская, Ярославская и другие. Следующий слайд. Для характеристики территорий подконтрольных России при анализе, соответствии их конструкции формата метрополия-колония, дабы не запутаться в терминологии, я использовал близкий по значению термин окраина. Этот термин я подчеркнул у одного опального ныне историка. Думаю, ну не буду говорить пока кто это, если потом надо, скажу кому-нибудь. Но думаю, многие поняли о ком я говорю. Ну данных окраин можно выделить два типа на конец 19 века. Первый тип – это территории, захваченные Российской империей в основном в 19 веке. Это Казахстан, Средняя Азия, Кавказ, Закавказье, часть Сибири и Дальний Восток. Основной функцией данных регионов являлось сырьевое обеспечение центра. В большей части вышеназванных народов преобладали до и ранней капиталистические уклады жизни, а в отдельных районах даже дофеодальная. А второй тип окраин – это Финляндия, Прибалтика и Польша – это окраины особые. Они прочно вошли в состав империи к началу 19 века. По темпам и уровню развития капитализма эти окраины превосходили свою метрополию фактическую, то есть европейскую Россию. Кроме того, данные регионы пользовались определенной автономией. Ну и здесь стоит вспомнить конституции, дарованные в 19 веке Польшей и Финляндии, наличие в Финляндии сейма, то есть фактически парламента, отмену крепостного права в Прибалтике при Александре Первом и так далее. Ну, разницу в положении двух типах окраин уже натолкнуло меня на мысль о том, что можно усомниться в утверждениях о колониализме в Российской империи. Могут ли вообще колонии превосходить метрополию в развитии? Можно ли считать некоторые окраины колониями в полном смысле этого слова, а некоторые лишь имитацией этих самых колоний? Ну, к сожалению, ответа на данный вопрос британская система колониализма не предоставляет. Следующий слайд. В дальнейшем при изучении и сравнении географического расположения колоний двух империй, российской и британской, а также вопрос о притеснении некоторых народов, мной была выведена интересная закономерность. В эндотерриториальных колониальных империях колонии в этих империях располагались внутри их собственных границ. Национальный гнёт сильнее, поскольку население этих колоний входит в непосредственный контакт с населением метрополии и является частью государства, находясь внутри его границ. При этом в экстратерриториальных колониальных империях, то есть колонии в них располагаются вне границ метрополии, национальный гнёт направлен лишь на отдельные нации. Основная часть населения этих колоний, не имеющая напрямую соприкосновения с населением метрополии, живёт обособленно на собственной территории, управляемой наместниками из-за моря. В британской колониальной системе большая часть колоний имеет экстратерриториальный характер, то есть это британская Канада, британская Индия, Китай, Африка и так далее. Кстати говоря, новые окраски при таком положении дел приобретают термин Splendid Isolation, блестящая изоляция, если использовать его, конечно, не в прямом значении. К эндотерриториальному типу британских колоний можно отнести Ирландию, жители которой находились в прямом взаимодействии с жителями британского архипеланга и несколько раз за свою историю подвергались наибольшему уровню притеснения. Ну, если сравнивать, допустим, брать в пример этнических армян в Османской империи. Следующий слайд. Далее, для лучшей иллюстрации сравнения российской и британской империй в контексте понятия колониальная империя, результаты упомянутого мной исследования были дополнены сравнением парламентских систем упомянутых империй. В частности, мной были затронуты такие вопросы, как институциональные особенности вестминстерской парламентской системы в Великобритании, политическая обстановка в Российской империи в конце 19-го, начале 20-го века. Также я исследовал очень подробно российское законодательство избирательное данного периода и законодательная полномочия первого российского парламента. Также я сравнил все эти показатели с данными вестминстерской парламентской системы. Мной был выявлен ряд особенностей парламента Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии. Я их вам перечислять не буду. Они у меня целиком перечислены в научной статье, которая у меня готовится к публикации. Не нужно быть, я думаю, историком-специалистом для того, чтобы понимать различия в парламенте Великобритании, который ведет свою историю фактически с 13-го века, и Государственной Думы Российской империи, которая была сформирована буквально за 5-10 лет. Причем сформирована сверху, а не снизу, как это было, допустим, в Британии. В контексте термина колониальная империя достаточно провести тот факт, что в российский парламент, в отличие от британского, проводились выборы от народов, предполагаемых колоний. То есть выборы депутатов, допустим, от коренных национальностей регионов того же Казахстана, Сибири, Дальнего Востока и так далее. В Британии не было такой практики, что избирались представители, допустим, британской Индии или представители от Канады в британский парламент, потому что Канада потом уже, когда получила свою независимость, она приобрела целиком парламент свой, самостоятельный. То есть не произошло такой ситуации, как, допустим, в Шотландии, когда оба парламента были соединены вместе и депутаты от Шотландии влились в британский парламент. Ну, проведенный предварительный перекрестный историко-политический анализ вестминстерской системы и российской системы парламентаризма, созданной, как вы без сомнения знаете, высочайшим манифестом об усовершенствовании государственного порядка в 1905 году, привел меня к следующему выводу. Различие между двумя системами непреодолимы. Переход Российской империи к парламентаризму по британскому образцу был невозможен. Ну, я, конечно, сделаю такую значительную оговорку, что данный вывод основен на предварительном анализе и в рамках дальнейшего исследования требуется более углубленное изучение отдельных особенностей парламентских систем, анализ правоприменительной практики отдельных законодательных актов двух парламентов, причем как в исследуемый период, так и в более ранние этапы их развития. Следующий слайд. Таким образом, на основании всего вышеизложенного мной, я делаю вывод, что однозначно применить термин «колониальная империя» к России 19-го, начала 20-го века нельзя. Особый принцип взаимодействия российской митрополии со своими колониями, при всей его похожести на принцип введения колониальной политики Британской империи, далеко не полностью схож с теми же принципами европейской колониальной политики. Тем же самым можно объяснить, к примеру, различия в системе политического управления империей. Традиции британского парламентаризма несовместимы с особенным типом политического режима, сложившегося в России к концу 19-го века и получившим название «самодержавие». Однако, это тема уже совершенно другого доклада. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова